Снег сошел, территории подсохли и по традиции после зимы всплыл и мусор. С 1 апреля сотрудники управляющей компании комбинатов благоустройства приступили к уборке. У нас 834 дома. К работам летнего содержания мы приступили 1 апреля. После обильного снеготаяния, то есть есть мусор, который, к сожалению, у нас зимой образовался, выходит наружу. Достаточно большой объем уборки, в целом справимся со всем. Количества дворников у нас в штате достаточно для того, чтобы все привести в порядок. Работы запланированы такие, как мойка придумовой территории, уборка смета, собственно, мойка контейнерных площадок, последующий вывоз и, конечно, окрас малых архитектурных форм. Сейчас 20 дом догребаем в ту сторону и плавно переходим на 48. Мы стараемся в любом случае, а там уже нет. Как-то мы живем в своем городе. Как же нам подводить свой город? Чтобы простимулировать начальников участков, в более качественной уборке дворовых территорий администрации округа будет объявлен конкурс с личными подарками. Также отдельно будет проведен конкурсы для жителей на самый благоустроенный двор. Галина Ковалева вместе с соседями каждый год наводит чистоту во дворе, сажают цветы. Сюда даже за рассадой приходят из других домов. В последние годы действительно многие жители разбивают клумбы под окнами домов. И самим в радость, и соседям. Но картины ухоженного двора портят раскопки коммунальщиков. Некоторые еще сохранились с прошлого года и сегодня на их месте или провалы грунта, или мини-свалка. Когда вы берете? Завтра. Потому что такого быть не должно. Проверьте все свои тепловые камеры в рамках субботника, в рамках месячника благоустройства. Не чтобы мы вас водили, а вы сами. У вас есть сотрудники ответственные. Проверьте, пожалуйста, все свои зоны ответственности. Вот этого быть не должно. Постричь, попилить и мусор убрать. Траву сухую сгребсти, все удалить. Совсем грустная картина на автовокзале. На зеленых зонах мусор. Возле бордюров не убран смет. И чем глубже от дороги и остановочных павильонов, тем больше так называемых подснежников. Чья территория, Владимир Ильич? Автоколонны? Либо это у нас в рамках содержания ПДСК содержит? И вот это все содержит. Ну тогда при чем все автоколонны? У меня тогда вопрос, за что мы платим ПДСК? Да. Работы по наведению чистоты на вокзале должны быть выполнены на этой неделе с обязательным фото- и видеоотчетом. Комиссионный обход был продолжен в городе Ликинодулева. Микрорайон Лиас обошли вдоль и поперек. Основная проблема, безусловно, раскопки. Провалы грунта возле колодцев, разрушенные тепловые камеры. Они должны либо привести в порядок, либо выставить цивилизованные ограждения. Не вот это вот непонятно, что такое здесь. Дети же здесь ходят, люди ходят, темно может быть. Такие решения неправильные, неумные, они приводят внешний облик нашего города и дворов в неприглядный вид. Даже если провал, надо подсыпать землей, а не остатками битого. Портят вид и уличная живопись. Гаражи, двери подъездов и стены в каракулях. Просьба по закрашиванию граффити на фасадах зданий. Их рисуют много. И каждый раз управляющая компания закрашивает их разным цветом. Я прошу все-таки стараться закрашивать в тон фасада здания. Обсудили не только недочеты, но и планы на благоустройство. Где-то при участии активных жителей будут посажены деревья в рамках субботников. Где-то решено перекрыть зеленые зоны от проездов машин. Вдоль народной тропы, которую местные называют черненькой, решено вырубить сорную растительность и провести городской субботник. Следующий комиссионный объезд проведут в городе Куровской и деревне Давыдова.